Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и та в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Непосредственным впрыском топлива уже никого не удивишь. Четверть века назад эта технология была удивительной, непонятной, сложной и капризной. Мы уже делали обзор на ранние экземпляры двигателей Mitsubishi с впрыском GDI. Также у нас есть обзоры на прямо впрысковый двигатель Toyota, а также на двигатель для Opel 2.2 Direct. Также есть гайды по моторам FSI и TFSI. А сегодня мы разберем редкий и эксклюзивный мотор от Renault. Итак, встречаем F5R. Именно компания Renault стала первым европейским создателем двигателя с непосредственным впрыском. Они вдохновились двигателями GDI от Mitsubishi. На двигателях Renault непосредственный впрыск носит аббревиатуру IDE. За основу был взят чугунный блок двигателя 2.0 F4R. Его накрыли совершенно новой легкосплавной ГБЦ. За разработку топливной системы отвечала компания Siemens. Этот мотор развивает вполне стандартный 140 лошадиных сил, но имеет комфортный крутящий момент 200 ньютонов метров, который доступен практически с холостых оборотов. Самое главное, что этот мотор стал экономичнее на полтора литра на 100 километров двигателя с распределенным впрыском топлива. Мотор 2.0 IDE устанавливали только на Renault Megane Coupé, Renault Laguna 2 и Renault E-Space 3 с 1999 года по 2004 год. Прямо впрысковый двигатель F5R постигла участь таких же моторов. Инновационный впрыск 2000-х годов был не готов к качеству бензина и надежности некоторых узлов. Топливная система – это слабое место двигателя, хотя у Renault она надежнее, чем у некоторых европейских производителей. Самый большой недостаток топливной системы – это цены на ее компоненты. Есть предложения по восстановленным деталям, но цены тоже заоблачные. О том, что с впрыском топлива что-то не так, этот двигатель сообщит вам долгим запуском в районе двух секунд, аварийным режимом, а в худшем случае он вообще не заведется. Аварийный режим двигателя 2.0 IDE всегда связан с проблемами в топливной системе, производительность которой снижается. Виновником может быть подкачивающий насос с его фильтром-мешком. В норме подкачивающий насос должен качать топливо под давлением 4,5-5 бар и наливать в минуту 2,75 литра бензина. Если подкачивание работает штатно, то надо диагностировать давление в топливной рампе. Давление в топливной рампе должно варьироваться от 60 до 100 бар с холостых оборотов до максимальных. Если же давление снижено, то либо ТНВД изношен, либо забиты сетки и фильтры в топливных магистралях. Также бывают варианты, что топливо сливается из рампы в обратную магистраль или наружу. Сегодня в разборе этого редкого и эксклюзивного мотора нам будет помогать Евгений. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Прямо впрысковый двигатель F5R оснащен системой зажигания со сдвоенными катушками зажигания саджем. Есть два варианта катушек – старые с черными изоляторами для подключения проводов и новые, то есть с белыми изоляторами. Даже новые катушки зажигания не обладают нормальным сроком службы и едва выхаживают 100 тысяч километров. Обрыв одной обмотки приводит к исчезновению искры в двух цилиндрах. Двигателю F5R рекомендованы качественные иридиевые или платиновые свечи. При их замене также стоит заменить и высоковольтные провода. На износ свечей зажигания и высоковольтных проводов указывают пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой. На крейсерской скорости искра не пропадает. Другими словами, если этот двигатель троит или работает неровно, то причина едва ли в топливной системе, скорее всего, причина в системе зажигания. Также среди других причин может быть неправильно установленный ремень ГРМ, нагар на впускных клапанах, а также в сниженной компрессии. Так как прямовпрыскивые двигатели в большинстве режимов работают на обеднённой топливо-воздушной смеси, то и производители должны принимать особые меры по снижению их токсичности. Дело в том, что в камерах сгорания образуется избыток кислорода, что в свою очередь приводит к образованию оксидов азота, прямо как в дизельном двигателе. Поэтому, чтобы сделать двигатель, первый прямовпрыскивый от Renault, более экологичным, инженеры добавили в него клапан EGR. Клапан оснащён электромотором. Он открывается на прогретом двигателе при средних нагрузках, когда скорость работы двигателя – 1700 до 3800 оборотов в минуту. Инертные отработавшие газы замещают воздух, что приводит к снижению концентрации кислорода перед воспламенением. Выхлопные газы чищают, температура сгорания снижается. Если подвижность клапана нарушается, то ЭБУ сразу же фиксирует соответствующую ошибку. Проблема решается снятием и чисткой клапана специальным средством. Обмотку электромотора можно проверить по пенам 4,6. Сопротивление должно быть 6 Ом. Сопротивление потенциометра можно проверить по пенам 1,3. Значения должны варьироваться в зависимости от положения клапана. Ремень ГРМ на двигателе 2.0 ID надо менять каждые 90 тысяч километров. На шкиве выпускного распредвала есть одна метка, которую надо совместить с отверстием для крепежного винта датчика положения распредвала. Эта метка указывает на нулевое положение, в котором можно поставить фиксатор распредвалов и коленвала. Чтобы установить фиксатор, надо снимать ТНВД и крышку в задней части ГБЦ. ТНВД на этом моторе нет, но вы его прямо сейчас увидите. Топливный насос высокого давления на этом двигателе установлен на впускном распредвале, конструктивно похож на дизельный. В нем три плунжера, приводимые от эксцентрикового вала. Этот насос от компании Siemens способен нагнетать топливо под давлением 125 бар. На практике данный насос служил 100-150 тысяч километров в лучшем случае и выходил из строя из-за качества бензина. Дело в том, что бензин имеет минимальные смазывающие свойства и, погибая, этот ТНВД издавал скрип и скрежет парами трения. Кстати, если снизится производительность одного из плунжеров, двигатель будет нормально запускаться и нормально работать при малых и средних нагрузках. Недостаток давления топлива будет ощущаться при высоких нагрузках. Чем сильнее изношен ТНВД, тем чаще будет появляться ошибка по недостаточному давлению топлива. ТНВД можно продиагностировать. Если при закрытом клапане регуляторе давление топлива будет меньше 60 бар, то силенок у ТНВД уже маловато. На сегодняшний день в продаже есть плунжерные секции для этого ТНВД. Также есть предложение по восстановленным насосам. Для продления жизни этому ТНВД надо при заправке добавлять 1,02-1,03 часть моторного масла для двухтактных двигателей и ставить фильтр тонкой очистки на входном штуцере. На этом двигателе мы покажем два очень важных элемента – регулятор давления топлива и датчик давления топлива. Давление топлива должно соответствовать нагрузке на двигатель. Для этого на регулятор давления топлива ЭБУ подает ШИМ-сигнал и регулятор безступенчато открывает канал для стравливания излишнего давления топлива. Регулятор давления топлива – самый недолговечный компонент топливной системы. Производители так и не могли создать качественный и долговечный регулятор. Рено обращалось к трем производителям, но им не удалось создать регулятор с адекватным сроком службы. Хотя все регуляторы взаимозаменяемы. Первый признак неисправности регулятора – это спонтанная остановка двигателя, как правило, в пробках. Проблема проявляется все чаще и чаще. Ездить становится невозможно. При выходе регулятора из строя давление в рампе просто не поднимается до минимального, которое нужно для запуска двигателя, то есть до 70 бар. Топливо просто по кругу сливается в обратную магистраль. Стоимость нового регулятора астрономическая. За эти деньги можно купить несколько контрактных моторов F5R. Иногда в посадочном гнезде регулятора появляется выработка в месте прилегания уплотнительного кольца. Тогда топливо просачивается в обратную магистраль, а иногда наружу из-под регулятора. На топливной рампе установлен датчик давления, который имеет весьма хорошую надежность. Выход его из строя сопровождается остановкой двигателя и невозможностью его запустить. Это трехконтактный датчик. Сигнальное напряжение измеряется в контактах 2,3. В норме на холостом ходу должно быть примерное значение 2,2 вольта, а при увеличении подачи топлива значение возрастает до 3 вольт. Топливные форсунки двигателя 2.0 IDE практически никогда не вызывают нареканий, потому что производитель позаботился о многоступенчатой фильтрации топлива. Тонкие сетки фильтров находятся на входе в ТНВД, в топливную рампу, а также под клапаном регулятором. В баке присутствует фильтр грубой очистки, а съемный топливный фильтр используется с двигателем F5R только на модели Megane. Все форсунки подключены к КБУ через общий восьмиконтактный разъем. Сопротивление обмоток форсунок можно измерить на пинах попарно – 1,2,3,4 и так далее. Сопротивление должно быть 1,78 Ом. Чтобы достать форсунки, надо использовать специальный съемник-крючок, благодаря которому удобно подцепить и снять форсунки. Без него форсунки снять сложнее, потому что они буквально зажаты между распредвалами. Клапаны крышки по сути в этом моторе нет. Есть две раздельные крышки, которые по сути являются постелями распредвалов. По состоянию все хорошо. В приводе клапанов этого мотора роликовые рычаги гидрокомпенсаторы присутствуют. Особенность этой ГБЦ в том, что форсунки посажены глубоко в камерах сгорания. Если говорить о состоянии, то все отлично. Но видно, что масло в этом моторе подгорало. Блок у этого двигателя чугунный. Хон в цилиндрах отличный. Никаких побежалостей мы не видим. Обратите внимание, что вот так вот выглядят вытеснители на французском прямо впрысковом двигателе. Видно, что этот моторчик подъедал масло. Этот двигатель начинает подъедать масло, когда владельцы начинают экономить. Льют даже минералку. Редактор субтитров А.Семкин мотору 20 лет, но даже хреновое масло не способно его убить. Виден поверхностный износ на коренных вкладышах шатунных и на коленвале. Но этот мотор потреблял масло. Это видно по залегшим маслосъемным кольцам. Верхние коренные вкладыши тоже с поверхностным износом. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали первый французский прямо впрысковый мотор. Он механически прост, но проблемы с топливной системой не позволяют радоваться его экономичности. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».